Друзья, это КПЗ Оффлайн, программа, где я выполняю ваши заявки, которые из-за их большого количества не могу выполнить в прямом эфире. И мне поступила вот такая вот интересная заявка, я бы сказал, что она комплексная. Покажи фрикадельки и покажи интересный к ним гарнир. Это действительно очень интересная задача, показать хорошие фрикадельки и хороший гарнир, поэтому я с радостью сейчас ее для вас и выполню, эту задачу, реализую эту задачу на кухне. Я, конечно, сейчас примусь сначала за фрикадельки, и первое, что я сделаю, это очищу-ка я луковицу. Мне нужна хорошая луковица, которая будет добавляться в фарш. Но для этого я ее обжарю, потому что жареный лук, добавляемый в фарш, дает, конечно, хорошую, очень такую, знаете ли, вкусовую нотку. И вообще говоря, для фрикаделек весьма и весьма принято добавлять жареный лук. Я перед тем, как нарезать этот самый лук для жарки, поставлю на плиту сковородку. Это очень хорошая, интересная сковородка. Это датская сковородка Гастролюкс. Она покрыта таким антипригарным покрытием, которое называется биотан. Это покрытие экологически безопасно и долговечно. У меня сегодня эта сковородка будет использоваться весьма комплексно. Растительное масло. И сейчас я буду жарить лук. Как я нарежу лук, неважно, потому что он все равно будет измельчаться в фарш. Я жарить буду лук, конечно, не до состояния угольков, а так, чтобы он слегка карамелизовался, мне этого будет достаточно. Я тем временем подготовлю мясо. Это будет свинина и это будет, друзья, говядина. Ну, примерно в одинаковых пропорциях. Поэтому я сейчас нарежу эти куски мяса для удобного измельчения их в мясорубке. Я не буду делать много фарша. Фрикадельки, конечно, можно готовить из какого-то одного вида мяса. Или из говядины, или из телятины, или только из свинины. Ну, я как-то привык использовать комплексно мясо. Ну, вот у меня примерно есть здесь сейчас соотношение свинины и говядины. А теперь я беру еще один продукт, который просто незаменим для изготовления фрикаделек. Это хлеб ароматный от рижского хлеба. Это хлеб печется без использования дрожжей. Он очень ароматный еще и потому, что сюда используются семена кориандра. Они добавляются в тесто. Так вот, этот хлеб сейчас будет использоваться как наполнитель. Помимо всего прочего, что это просто вкусный и хороший хлеб. Как наполнитель в фарш. Я имею право поработать с ним на этой же доске на мясной, потому что все равно он пойдет в фарш. Вот я возьму не менее двух ломтиков такого хлеба. Не надо думать, друзья, что в фарше можно использовать только белый хлеб. Совсем нет. Вот такой ароматный хлеб очень хороший. Я считаю, что для фрикаделек лучше использовать такой хлеб, чем хлеб белый. Ну и сейчас, естественно, я его замочу, чтобы он размягчился и был влажным. Поэтому я залью его небольшим количеством воды. Даже не молока, а просто воды. Лучок зазолотился. Мне этого вполне достаточно. Я пока выключаю нагрев. И вот для размягчения хлеба я добавлю в него воду. И вот теперь у меня уже есть все для того, чтобы сделать фарш. Приемная миска. Лоточек для продуктов. Вот так мясо. И я сейчас... Хлеб хорошо берет влагу. Он уже мягкий. Он даст фаршу хороший дополнительный вкус. И будет в фарше удерживать влагу. Лук, конечно, можно и остудить, положить остывший лук. Но это в принципиальном значении не имеет. Я могу его добавить прямо из-под ножа горячим. Сковородка сейчас у меня очень вкусная. Потому что в ней жарился. Я ни в коем случае не буду ее мыть. Я потом на этой же сковородке буду жарить фрикадельки. Поехали. Ну вот, я немного пошумел. Яйцо сырое. Почему нет? Для фрикаделек это очень неплохо. Они будут лучше держать форму, будут более крепкими. И помимо аромата кориандра, который я внес сюда вместе с ароматным хлебом, я сюда использую немного мускатного ореха. Это очень здорово. Вот я возьму маленькую терочку. И вот так вот эффективно натру мускатный орех. Очень правильный орех для изготовления фрикаделек. И, разумеется, соль. И вот теперь я могу перемешать все это, получая хороший, сочный, ароматный фарш для фрикаделек. Ну, строго говоря, с фаршами всегда лучше не работать сразу. С фаршами всегда лучше работать после их выдерживания в холодильнике, ну, хотя бы полчасика. Тогда влага лучше вбивается в белки мяса, и изделия будут становиться более сочными. Но я буду работать уже из-под ножа сразу. Есть. Я вот так вот смочил руки. Я буду делить фарш на порции. Вот таким приемом я буду выдавливать каждый раз одну фрикаделечку, ее в муку. И потом я буду уже придавать им более такую шарообразную форму. Я возьму сейчас растительное масло. Повторяю, здесь жарился лук, и ни в коем случае не рекомендуется сковородку эту мыть, потому что в ней остались хорошие вкусы. Значит, вот. Фрикаделька. Теперь я ее закатаю, и пусть она уходит в сковородку. Я не буду делать тысячи фрикаделек, но я еще немного сделаю. Этот тип фрикаделек вполне можно назвать фрикадельками скандинавскими, ну, потому что вообще скандинавские страны – это очень фрикаделечные страны. Фрикадельки очевидно, что можно замораживать. На этапе, когда они еще сырые, сформировать их, да, выложить на досочку с посыпанной мукой и заморозить, а потом переложить в пакет и хранить в пакете уже в морозилке. Сейчас я аккуратно фрикадельки буду переворачивать. После того, как я их перевернул, ну, собственно, можно добавив чуть-чуть еще маслица все-таки, уже их поместить в духовку, потому что они будут снизу обжариваться, а сверху начнут прогреваться внутри, чтобы быть полностью готовыми, поскольку духовка всегда работает гуманнее и нагревает продукты гуманнее, чем контактный нагрев на сковородке. Сковородка уходит в духовку. Она предварительно нагрета где-то у меня здесь 180 градусов Цельсия. Я отжал специальный очень удобный зажим в ручке, который фиксирует эту ручку. Все, ручка у меня в руках, а теперь гарнир. Наливаю холодную воду. Солю эту самую холодную воду. И всыпаю сюда небольшое количество сухой кукурузной муки или мелкой крупы. Это называется полента, например. Я всыпаю. И теперь это все у меня будет нагреваться. Я перемешиваю. И пока эта история нагревается, я могу больше, собственно говоря, ничего не делать. Потому что мне важно будет начинать непрерывно перемешивать эту самую кукурузную кашу или поленту, когда уже вода станет горячей. Поэтому у нас с вами есть несколько минут. Я беру небольшую паузу и вернусь к вам через это время. Это КПЗ Оффлайн программа, где я выполняю ваши заявки, которые не могу выполнить в прямом эфире. Сегодняшняя заявка была весьма интересна для меня. Заявка была такова. Приготовить фрикадельки и интересный к ним гарнир. Потому что действительно фрикадельки тяжело есть без гарнира. Слишком жирно будет. Поэтому фрикадельки у меня скандинавского типа с темным ароматным хлебом. И гарнир сейчас уже готовится. У меня уже закипает вода вместе с полентой. И я сейчас буду уже непрерывно помешивать. Если говорить о соотношении воды и поленты, то примерно воды в три раза больше по объему. То есть если полстакана есть кукурузной мелкой крупы, то полтора стакана воды. Вот теперь уже мы на грани закипания. Я постоянно непрерывно помешиваю, потому что сейчас эта полента начнет густеть. Вот уже она прямо на глазах начинает густеть. Это не долгоиграющая полента, это быстрая полента. Она варится весьма быстро, ну минут пять. Поэтому сейчас идет загустение. И я чем дальше, тем более эффективно буду перемешивать эту самую кашу. Потому что чем она гуще, тем большая вероятность пригорания. А я этого допустить просто не имею права. И вот сейчас сюда я отправляю готовый покупной паштет. Немного паштета. Это будет очень вкусная штука. Гарнир прекрасный. Не только фрикаделькам, кстати, абсолютно ко всему. Запариваться с приготовлением собственного паштета не надо. Надо взять хороший паштет. Это был паштет такой, знаете, пластмассовой коробочки. И теперь снова интенсивное перемешивание. Эти паштеты, как правило, все покупные. Но они из печенки. Чаще всего это свиная печенка. Может быть, небольшое количество мяса птицы. Конечно, там будет и жир свиной. Ну, паштеты все примерно одинаковые. Это может быть и паштет из утиной печенки. Хотя это фикция. Но кто будет класть утину и печенку в паштет за 40 рублей, понимаете? Ну, получается очень вкусная вот такая вот кукурузная каша. Те, кто не знают, как она готовится, не могут понять, почему она, зараза, такая вкусная. А вы не рассказывайте. И я могу сейчас немного еще вот так просто кукурузную кашу подержать уже в сторонке, без нагрева. И я иду за фрикадельками, потому что они уже определенно готовы. Вот фрикадельки прекрасно, видите, готовы. Можно сейчас пока одну, так сказать, попробовать. Вот, хорошо. Да. Я верну назад ручку. Мне так будет удобнее работать с подачей. Значит, я сейчас возьму такой вот слайс. Он очень тонкие срезы огурца. Я сейчас возьму вот огурчик. И вот так вот. Вот такие тонкие, тонкие, длинные, как сейчас принято говорить, слайсы. Если такой штуки нет, то руками, конечно, сделать тяжело, чтобы эти слайсы были такие тончайшие. Можно попробовать овощечистки, но далеко не всякая овощечистка, конечно, возьмет. Вот так. Теперь я сюда нарежу сейчас укроп. Весьма грубо. Соль, сахар. Это сахар, это соль. И немножко кислоты. В данном случае у меня как раз под рукой есть лимон. Вот это будет такой кисто-сладкий огуречный салат. Перемешиваю салат. Вот так вот. В такую миску. Теперь я сейчас положу сюда фрикадельки. Ну, хватит, я думаю, что. Вот так. И теперь выложу вот так вот по-домашнему. По ленту с паштетом. Вот такую вот небольшую общепитовскую волну. И полью хорошим, например, оливковым, ну, можно было и сливочным полить, маслицем. Вот так. И теперь мне остается только нашинковать немного петрушки. Грубо и понятно. И вот так мы рассматриваем в комплексе это блюдо. Фрикадельки. Я думаю, что гарнир действительно вам покажется интересным, равно как и салат. Так что очередная ваша заявка, друзья, выполнена. Фрикадельки, полента с паштетом в качестве гарнира и скандинавский салат из огурцов. Не ленитесь воспроизвести это на своих кухнях. А мы с вами еще обязательно увидимся в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова